Продолжение следует... 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 до данного клинического исследования показывает, что высвобождение антибиотики из исследования препарата проходит более 10 дней. Исходя из цели, были сформулированы следующие задачи, которые представлены на данном слайде. Далее они будут повторяться, разрешите не зачатываться. Дизайн исследования. Наше исследование мы условно разделили на две части. Первая часть исследования включала в себя оценку микробного спектра и антибиотикой действительности. У 220 пациентов, находившихся на лечении в областном центре травматологии эпидемии Макожанова за 2015-2017 годы. Во второй части исследования были выбраны, согласно критериям включения и исключения, которые будут указаны далее, 70 человек, то есть 4 человека, были сформированы равные группы. Основная группа сравнения. Рандомизация пациентов по группам выполнялась с помощью метода конвертов. Распределение в группу осуществляли зависимость от того, какой запечатан конверт будет присутствован пациенту. Оценка комплексного лечения как в основной, так и в группе сравнения проводилась с учетом жалоб общего состояния пациента, заживления раны, лабораторных рентгенологических дам. Материалы и методы исследования. Средний возраст обследуемых пациентов составил 44 года. Количество мужчин преобладало над количеством женщин. По возрасту малочисленными группами были группы пациентов до 20 лет и после 60. Наиболее чаще диагностировался хронический астимилит в возрастных группах от 21 до 60 лет, что говорит о преоблюдении контингента пациентов трудоспособного возраста. Основная масса пациентов на момент госпитализации нигде не работали, до доли нетрудоспособного населения составляла 70%, из них инвалидность имели 25%, доли же трудоспособного населения было всего 30%, что также говорит о социальном аспекте, актуально всегда на тему. Преимущественной локализацией хронического астимилита являлись нижние конечности. Из них после голени занимали первое место, затем шли повреждения бедра, стопы. Повреждение верхней конечности составляло 27%, из которых на первом месте стояли повреждения плеча. Длительные заболевания свыше 3-5 лет встречались преварированы над остальными группами и составляли больше 54%. Микробный анализ флоры патологического материала у пациентов с хроническим астимилитом показал наличие различных штаммов в виде монокультуры или микробной ассоциации. В 25 случаях была выделена полимикробная флора, 178 штаммов было представлено в виде моноинфекции, в 17 случаях микрофлоры выявлено не было. Моноинфекция у пациентов характеризовалась различным составом микробной культуры. Грамм положительных кокий составляли 74% от всех возбудителей хронического астимилита и занимали первое место по распространению. Среди них на первом месте стояли стафилококки, которые среди выделенных штаммов стали 70%. Из стафилококков наиболее чаще всего встречался галатистый стафилококк, его доля составляла 43% из всех выделенных штаммов. Второе место по распространению занималось семейство энтеробактерий. Чаще всего высеивали энтеробактер куарцы, роткосепсиелы и эшерихиоколин. На третьем месте среди выделенных организмов оказались неферментирующие граммы отрицательные бактерии. Они составляли 7,3%, как вы видите на слайде. Чаще всего встречались акции на этапах и репсидомолы. Грибы рода гандита были выделены у 4 больных. Ассоциации организмов были представлены также различными микробными штаммами. Как вы видите из таблиц, наиболее распространено было сочетание грамм положительных анарогов с грамм отрицательными анарогами. При проведении анализа микробного спектра за 2015-2017 годы было выявлено, что процентный состав флора изменяется ежегодно с увеличением доли грамм отрицательных микробных флоров. Доля граммов положительных и, соответственно, грамм отрицательных бактерий статистически значимо изменилась на 13% в сравнении с 2018-2015 годом. Стоит отметить, что и внутривидовой состав флоры также менялся ежегодно. Отмечалось постепенное изменение соотношения возбудителей среди грамм положительных анарогов. Несмотря на то, что статилоглобус аурелус превагирует над всеми остальными штаммами в процентном соотношении, происходит постепенное его смещение по отношению к другим грамм положительным бактериям. В свою очередь, доля остатилоглобуса фидермидеза постепенно увеличивается. Анализ литературных данных показал, что доля энтеробактер и шерехиохоли в процентах с хроническим остимулитом ежегодно увеличивается. Однако доля в нашем исследовании их была незначительная и составила 2,8 и 2,2 соответственно. Однако при сравнении результатов 2015-2017 годов было видно, что энтеробактер увеличились на 4%, а кишечная палочка на 2% практически. Анализ чувствительности микробы в группе пенициллинов показал снижение чувствительности возбудителей хронического остимулита. Из группы пенициллинов в основном резистентность была препарата бензин-пенициллина, пенициллина-моксициллина. Стоит отметить, что в защищенном пенициллином, таким как амоксикла, чувствительность сохранялась в делах 77%. В группе цифолосфоринов отмечается увеличение количества умеренно резистентных и резистентных штаммов к цифозалину и к цифруксиму. К цифолосфоринам 3-4 поколения чувствительность сохранялась. Отмечалась высокая чувствительность к препаратам группы карбопенема и гликопептидов. Таким образом, гликопенема и пенициллина. Основным представителем грамм положительной куховой флоры являлся галактисты Стоюфилокоп. В результате полученных данных выявлена наибольшая эффективность у ванкомицина, цифрофолосфорина, цифолосфоринов, таких как цифракоксима, цифриацона, цифтезидима, цифрипипинов, аминодрикозидов, генотомицина и амикоцина. Резистентность штаммов аурелус отмечалась в гизин-пенициллину, ампициллину и цифозалину. Антибиотико-чувствительность грамм отрицательной аноногой представлена энтеробактер флорца. Как вы видите, несмотря на то, что в литературе в последнее время очень много данных о росте самого данного представителя и о росте его резистентности. В нашем исследовании это не подтвердилось, а достаточно широкий спектр антибиотиков, которым он был чувствительный. Наиболее резистентными из всех изоляторов, которые были выделены, это были псевдомонады, гнойная палочка. Как видно из рисунка, штаммы псевдомонады были чувствительны только к группе аминодрикозидов, генотомицина и амикоцина, и к макролитам, к полигмусинам. Псевдомонады резистентны были к кампициллину, цифозалину, лилофлоксоцину, цифрофлоксоцину, цифруксину, цифрепсону и даже к миропенелуму и иммунитопенелуму в 40% случаев. Анализ данных бактериологического исследования и наблюдение динамики лечения пациентов с хроническим амфроматическим амферимиритом проводились с помощью разработанной нами программы. Данная модификация была создана на базе 1С предприятия, программа относится к области медицинского обеспечения населения, а именно к диагностике и прогнозу заболевания на основе медицинского мониторинга. Система регистрации данных пациентов несложная, при этом она содержит все необходимые данные, включая аморигенологические исследования, можно загружать фото и видеопайлы. Данная система создана на базе программ, которая имеется во всех учреждениях, судила к именинурсальной и несложной к применению и позволяет ее использовать в любом медицинском учреждении. К третьему вопросу оценка клинической эффективности применения препарата пиростанта. Критериями включения данные исследования было наличие подтвержденного или цифрицированного диагноза хронического посттравматического стимулита, наличие в анамнезе травмы, согласие пациента на проводимое лечение, возраст от 18 лет и отсутствие сопутствующих заболеваний, влияющих на результаты лечения. К предельным исключениям были отказ пациентов, беременность, наличие у пациента хронического стимулита костей, образующих сустав, возраст меньше 18 лет, против указания для эффективного лечения. Сопоставление больных по обоих группах по возрасту, полу, локализации, длительности заболеваний показало, об их однородности, так как статистической разницы по основным критериям между группами обнаружено не было. Всем больным с хроническим астемилитом проводилось оперативное лечение. В обоих группах под общим и безболием была проведена рецептальная обработка угольных рычагов инфекции с удалением всех нежизнеспособных калий с исчезнеквестных. Исчения проводились в пределах здоровых калий, после чего проводили также дополнительно обработку астемилитического очага с применением растворов антисептиков. В группе сравнений дефекты костной ткани замещались с помощью мягкой ткани, затем ранук�면 según джигаля. В основной же группе дефекты костной ткани замещались биодеградируемым пластическим материалом. В качестве биодеградируемого материала использовали препарат пиросат. Пери применения пиросат согласно инструкции погружали раствор антибиотика на 10 минут. Антибиотик выбирали согласно антибиотикограмме пациента. Рекомендуемая доза рассчитывалась в лозе из 6 граммов на одну теоретическую дозу антикоритиков. После чего раны также зашивались и были двойные, если еще два рана. Степень заживления раны пациенту в обоих групп показала, что заживление после операционных ран вторичного натяжения в основной группы было меньше, чем в группе сравнения, и составило 8%. Основными причинами вторичного натяжения в основной группы было развитие краевых некрозов раны. Основными причинами вторичного заживления раны в группе сравнения являлась необходимость дренирования раны, которая в последующем также купировалась с помощью перевязок. Результаты лечения пациентов условно были разделены на хорошую удовлетворительную и неудовлетворительную. Хорошим считался результат при полном первичном заживлении раны, отсутствии отделяемого из раны, отсутствии боли и признаков воспаления, отсутствии рецидивной инфекции. Удовлетворительным считался результат при наличии небольшого сиротного отделяемого, проявлено некроза, сохранение болевого синдрома, отсутствие рецидила. Неудовлетворительным считали результат при наличии рецидила, требующего статализации. Хорошие результаты лечения в основном группе были получены 86,4 случаев, что статистически достоверно больше, чем в группе сравнений, где было 72% случаев. Удовлетворительные исходы были отмечены у одного больного в основной группе, у шести больных традиционных. К неблагоприятному исходу в основной группе было у трое больных, у группе сравнение у пяти. Сравнение лабораторных показателей проводилось на основе сравнения уровня лейкоцитов и ссора после операции на момент выписки в обоих группах. По данным слайдах видно, что уровень лейкоцитов в обоих группах статистически значимо увеличился на момент выписки по сравнению со значением до операции и после операции. Междугрупповое различие во время пребывания в стационаре отличалось незначительно и было статистически незначим. Изменение слоев в период нахождения стационария также в обоих группах статистически значимого увеличилось на момент вытаски по сравнению со значением до операции. Межгрупповой, однако, различие во время пребывания стационария отмечалось незначительным и было статистически незначимым. На данном слайде представлено средние сроки стационарного лечения. Из представленного слайда видно, что применение пиросала в комплексном лечении больных со стимулитическим процессом позволило сократить пребывание в стационаре в среднем с 14,2 до 12,2. Динамитрия трансформации. Как показали результаты исследований, перестройка препарата была заметна лишь только через 3 месяца в виде частичной резорции гранул. Через 6 месяцев на рентгенограмме начиналась резорция в пределах 40-60%. Но можно было еще различить гранулы и инфаркты. Через год после имплантации перестройка гранул биоклассического материала включалась на 90%, что говорит о длительной резорции препарата. Согласно с четвертой задачей. Лечение пациентов с хроническим астимулитом, возникшим в результате проведения интернодулярного стимуляции, имеет ряд трудностей. Так как и чистая инфекция располагается не только в области перелома мягких тканей, но и распространяется по всей длине костно-мозгового канала в результате контакта кости с интернодулярным штифтом. При этом инфекция распространяется как бы изнутри и снаружи. И в этом случае для получения хорошего результата лечения необходимо радикально санировать весь костно-мозговой канал на всей его протяженности. Что технически очень сложно выполнить и требует увеличения доступа к качеву и, как следовательно, дополнительной травматизации. Нами предложен способ санации костно-мозгового канала и заполнения ось пи-классическим материалом по всей его длине и из минимального доступа. С помощью предлагаемого устройства, за счет наличия на его дистальном конце цилиндрической фрезе, осуществляется рассверливание удаления мягких тканей и грануляций. Далее костно-мозговой канал промывается и санируется распорами антисептиков. После чего костно-мозговой канал заполняется усимодулирующим препаратом, пиросалом, инклинированным антибиотиком с помощью поршня, который расположен внутри данного устройства. Предлагаемое устройство позволяет производить обработку, резекцию внутренних стенок костно-мозгового канала за счет своей режущей чащи на его конце. Также позволяет провести санацию и заполнить канал геодиодируемого инфланта. Представьте клинический случай. Первый пациент поступил на диагнозы хронические остеомелитно-стациональное лечение. Больной болен в течение двух лет. Травма была в результате дарвократных происшествий. Больному был проведен интермедулярный инфлантирующий остеосинтез, который затем осложнился в остеомелитно. Неодерократно оперировался. На момент поступления в области правой нижней конечки была отечность правого поляного сустава, болезненность правого бедра. Больному произведена компьютерная рентгенограмма, на которую предъявлялось воплощение партикального слоя с элементами деструкции костной ткани, слабо концердируемый перелом и сам блокирующий металлофиксатор. Произведена операция удаления металлофиксатора шурмами, удаления омертвевших тканей и грануляций, проверения при помощи предложенного устройства, после чего костномозкового канала промывали и осуществляли пластики данного устройства по всей длине костномозкового канала с модулирующим препаратом перосат, импрегнированным цитозидимом. В результате проведенного лечения у больного достигнута рестойка ремиссии. Он смог полностью служиться к работе без каких-либо ограничений. Больной активен, ходит с полной нагрузкой. Второй клинический случай. Данный пациент также госпитализирован с хроническим остеомелитом. В анамнезе также была травма, перелом бедра, который был прооперирован тримогулярным остеосинтезом, который в последующем осложнился остеомелитом. В результате проведенного лечения, предложенного методом, у больного достигнута ремиссия. Единственное, когда у него было осложнение, он через месяц упал и сломал снова правое бедро. Был дополнительно госпитализирован. В этом случае мы провели просто консервативное лечение. Наложили поксидную гипсилоповязку и в последующем он лечился амбулаторно. Как видно, у пациента после операционной лекции зажили, отделяемого нет, у больного приближается. Вы разрешите не зачитывать и практически узнать, что они представлены по слайде и его аннотации. Спасибо. Спасибо, Нина Зеленовна. Пожалуйста, уважаемые члены институционного совета, вопросы. Высединили, пожалуйста. Спасибо. Вопрос номер один. Я проводила генетические и микробиологические исследования и исследования по антибиотическому чувствительности и христианности. Первый вопрос. Так вы можете объяснить, вот это вот изменение очень интересное, которое вы получили в отеле с 1 грамм положительных и 1 грамм отрицательных результатов. Как довольно сильно выяснилось или осталось, чем это можно объяснить с вашей точки зрения. Второе, с которым у нас, третьим вопросом. Пойдите, пожалуйста, вот этот вот биодеградированный цифракт-биросанклит. Это, я понимаю, коммерческая тайна, из чего он состоит, но хотя бы нити, из чего он состоит. Второе, скажите, пожалуйста, во сколько откроется целью среднего лечения? И третий вопрос. Если я правильно поняла, во сколько откроется лечение? То есть, вы берете антибиотическому салфу и индивидуально каждому пациенту подбираете антибиотики и антибиотики. Хорошо, пожалуйста. Повторясь, один вопрос. Значит, по поводу того, где проводилось бактериологическое исследование с антибиотикам. Часть исследований проводилось в самом начале у нас в университете, в лаборатории крестивного пользования. Но основная часть исследований проводилась в лаборатории областной клинической больницы. Да, все исследования по той простой причине, что имелось и договор между больницей и областной почте. Изменение спектра с граммоприцательного до граммоприцательного. Ну, если честно, во всей литературе сейчас обзоре, все кричат только о том, что сейчас превалирует граммоприцательное слово. идет очень большой рост относительно этой литературы наши данные не показывают такого изменения она начинает показывать только когда вы начинаете рассматривать ежегодные изменения дело в том что мы как бы наше мнение и вот мнение автора который мы читали что видите рост стимулита в основном посттравматическую идет за счет роста хирургической активности раньше за счет того что более было лечение консервативное и извне из окружающей среды поступление тех же укропных организм было ограничено в связи с тем было больше положительной аэробу в связи с тем что последнее время идет о перерос антибиотиках рост хирургической активности рост травм переломов открытых переломов оперативных вмешательств в виде астропластических осложнения после антибиотизирования за счет этого идет постепенный звук сплот но относительно данных европейских данных у нас он достаточно как бы идет медленно скажем так основное я показала он состоит из гидроксиаппатита кальция и сульфата кальция большем количестве содержится гидроксиаппатит кальция потому что у него есть структура которая позволяет непосредственно имплигнировать антибиотики или любую другую жидкость в основном как бы этот препарат если его не имплигнировать какими-либо жидкостями вы можете использовать он используется как классический материал заполнения дефектов при доброкачественных популях например то есть это не обязательно должен быть инфекционный процесс он широко используется в стоматологии в ортегрологии как просто заполнитель это немецкий препарат это не немецкий препарат этот препарат разработан другу ученым руководителем вырубежным экспериментальные работы были проведены а клинические работы сейчас в Германии здесь да по поводу средняя стоимость пациента сам по себе препарат конечно сказать относительно дорогой если говорить именно о цене препарата то он идет где-то от 70 тысяч там 6 до 124 но если говорить о экономической целесообразности учитывая что количество рецидиров уменьшается и длительность лечения потому что все были в среднем 10-14 дней более того госпитализированы то в целом мы говорим о снижении есть ли регистрация этого препарата в казахстане или это материал или это медицинское изделие что это вообще в регистре лекарственных средств такового нет каким образом это проходила интеграция антибиотика какая концентрация антибиотика в растворе в чем растворяли какая часть сорбировалась какая часть дефундировала какое время это изучено или это известно как значит ну вот как вы подбирали антибиотик по чувствительности полученные из лабораторных условий инвитра как выбирали препарат по этой таблице вообще учитывали способность препарата проникать костную ткань или только вот данные инвитра использовали на это клиническое исследование было до прионетического комитета следующий вопрос еще раз покажите таблицу где вот конечные точки сравнения по конечным точкам в этом исследовании какие были конечные точки в этом исследовании какие были ну вот результаты я хочу посмотреть просто пропустил результаты клинического исследования вот вы сказали что они статистически отличаются по хорошим результатам как оценивали что результат хороший творительный или нет творительный какая это система оценки кроме того у вас в критериях вот там оценки эффективности были еще параметры сравните с таблицей где вот вы дали ну в общем вот это объясните каким образом вот здесь значит следующее 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 поясните в общем поясните конечные точки и приведите сравнение основной группы и контрольная группой объясните где там статическая уставерность есть или нет спасибо Продолжение следует... 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 и количественные параметры, то здесь мы использовали непараметрические критерии мановидения, которые нам показались ответственность на статистически значимые результаты. Это все на сайте, понятно, можно посмотреть, наверное, можно найти. А Вы не знаете, какой процент связывания антибиотиков, какая динамика освобождения из этого материала, какова степень деградации, свойств деградации? Возможно, это не входило в задачу исследований. Ну, как бы такое, что у меня один... Дело в том, что по степени связывания, степени высвобождения, деградации антибиотиков, по исследованию, большая часть антибиотиков, как Вы считаете, что в пределах первых трех суток выделяется, согласно данным проведенному исследованию. В дальнейшем в течение более 10 дней уже в более меньшей концентрации выделяется антибиотик. Поэтому это все, как бы, учитывалось при лечении пациентов. И если у нас был, как бы, достаточно с тяжелым аналогом пациент, была ассоциация инстекции, то мы меняли сам препарат через 48 часов. То есть повторно делали операцию, убирались в предыдущий препарат и заполняли его новым. Потому что, согласно данным исследованиям, наибольший процент концентрации он в течение трех суток выделяется. Поэтому в тех случаях, когда было необходимо, мы учитывали факторы именно экспериментальных исследований и, соответственно, использовали. По степени биодеградации. Степень биодеградации, ну, она соответствует тем же рентгенологическим показателям, которые были указаны на нашем слайде. А через три месяца трансформация еще может прослеживаться самим граммом. Через год, в любом случае, через год еще видно сам био-транспланта от материалов. Но при этом, как бы, уже он теряет свою форму и уже более изменен. Понятно, ну, как бы, это тоже учитывалось и изучалось. А дозу вы сказать не можете, да? Повторите, пожалуйста, дозу... Ну, дозу антибиотика. Да, значит, согласно проведенным исследованиям, дозу высчитывали... Один грамм, терапевтическая доза, ну, чаще всего это один грамм получается, необходимо было имплинировать шесть грамм пиросатов. То есть если мы использовали большую дозу, то большее количество грамм для заполнения дефектов, потому что дефекты иногда воевали очень больших размеров, то, соответственно, мы увеличивали на каждые шесть грамм дополнительную дозу. Размеры граммов были шесть на шесть. А наночастицы здесь при чем? Здесь участок, там ведет себя фальсид кальция. Его структура была сделана в виде нано-пор. Да, и которая позволяет имплинировать. И получается, что молекулы антибиотика, они проникают в эти поры. Уважаемая Дина Зимовна, у меня два вопроса. Первый вопрос, я вот хотел бы спросить. Задача у вас номер один – оценить микробный спектр и антибиотичутительность у пациентов с хроническим посттравматическим астиммилитом. Зачем вы эту задачу поставили? Неужели вообще во всем мире именно микробный спектр и это все никто не изучал? Вот первый вопрос. И мне кажется, первая задача, наверное, надо будет поставить задачу номер четыре, потому что у вас все-таки оперативная лечения вообще. И второй вопрос. Вот по задаче номер четыре. Вы разрабатываете малоинвазивный способ интермодулярного ведения, да? И в дизайне исследований указываете, что у вас… Можно в дизайне исследований? Можно. Малоинвазивный густ – у вас шесть человек, да? И 31 человек – это просто обычный доступ. То есть у вас получается опытная группа шесть человек, контроль на 31. Я правильно понимаю? Начинаю с ним. А, третье. Спасибо. Согласно задаче 1, где было, конечно, оцените микробный спектр и интеллигенский чувствительность. Ну, как я говорила при стадии буквальности темы, дело в том, что когда мы проводили обзор литературы, очень много данных, говорит о том, что, ну, во-первых, казахстанских исследований, проведенных в последние десять лет, при котором мы исследовались бактериологической спектр и интеллигенский чувствительность, не так уж и много. Во-вторых, при поднятии литературы мы видели очень много данных о том, что вообще необходимо поставить задачу в то, чтобы каждый стационар, который находится в новом отделении, проводили постоянный, оценивали постоянно спектр антибиотико-чувствительности и микробного пейзажа. Потому что даже есть работы, в которых указано, что разные стационары одного города, но при этом у них микробный спектр и антибиотико-чувствительность различаются. Вот, в связи, это вот одна из причин, по которым мы делали. Вторая. Тогда надо как-то это выделить в городе Карагандея или в больнице какой-то, если вы так ставите. Отлично. Задача сам. И второй момент, почему мы исследуем. Дело в том, что в бактериологической... У нас, в принципе, сам по себе препарат позволяет выбирать антибиотик, который необходим при оперативном лечении. Но, как бы, не все препараты позволяют проводить данное лечение с использованием антибиотикограмм. И бывают пациенты, которые поступают в стационары, не имеют антибиотикограммы, и, соответственно, мы выбираем препараты, мы выбрали препараты, те, которые наиболее чаще эффективны при микробном спектре нашего стационара. Для этого, потому что, ну, как бы, для того, чтобы проводить лечение, использовать антибиотики дальше в лечении, нам необходимо выбрать этот спектр. Откровенно говоря, даже исследование, при исследовании, допустим, астемиолитной инфекции, перепротенциальной инфекции после артопластических операций и лечении после травм, астемиолитной инфекции в результате оперативного лечения, имеется разность рака микробного спектра. И, например, если при перепротенциальной инфекции у нас было, что цифразолин, цифроксиму резистентности нет, он был достаточно чувствительный, его можно использовать в качестве профилактики хирургической лечения или лечения, то при анализе инфектора посттравматического, постпереломного, астемиолит, который возникает в постпереломов, у них у всех был цифроксиму резистентность. Его уже использовать для лечения нельзя, в зависимости от причины. Поэтому, согласно задаче номер 4, дело в том, что основная цель исследования было провести именно эффективность лечения препарата Пироса. Но группа больных именно с интермегулярным хроническим астемиолитом, распространением интермегулярным чаще всего за счет оперативного лечения с использованием интермегулярного шрифта. Для этого группа больных она наиболее тяжелая, то есть принцип лечения остается тот же, мы очищаем, производим секрестронихроэктомию и заполняем дефект препаратом. Но очистить канаву интермегулярной трубчатой длинной кости достаточно сложно с обычного доступа. Ну, чтобы можно было. Его нужно либо расширять, соответственно, увеличивать травматичность. И поэтому в ходе исследования у нами был разработан данный метод, который позволяет фактически с маленького разреза, с длиной 5 сантиметров, провести полную очистку по всей длине канала. Видите, разрез очень небольшой, и тем не менее он идет по длине канала. Он имеет данный прибор, имеет шкалу, линейку, которая позволяет измерить эту длину канала и, соответственно, ею вводить препарат. То есть, несмотря что размер такой маленький, препарат вводится по всей его длине. По всей длине, да. На время в конкурсе я имею в виду, можно было у тех 31-го тоже сделать это? Нет, дело в том, что в тот, я бы неправильно объяснила, интервентулярный остимилизм, то есть повреждение всей длины канала, у тех больных его не было, то есть это просто остимилизм. То есть вы считаете, что 6 больных, в принципе, достаточно, да, чтобы выполнить задачу номер 4? Ну, действительно, это недостаточно, в принципе, в своем мы сейчас продолжаем лечение больных, потому что эти методы, но есть небольшая ограниченность материала, потому что нет, имеется в виду с больных, я неправильно выражу, в принципе, ограниченных пациентов с интервентулярным повреждением. Не все же, у нас было 37 пациентов, из них только 6 было с повреждением, с повреждением интервентулярного канала. Уважаемая, уважаемая длина Азимова, judge,1 пациентария Азимова, мы жена по 13-2. Спрашивайте, пожалуйста, не думали ли бы о рептики не в крупном сравнении с пиод и градом? Каким видом, это является здесью, а длина межительным трампом? Да пусть она скажет, что до следующей казации. Вот и... Хотя мы, Вы говорили уже о биодеградантах, вот хотелось бы название этих других биодеградантов услышать. И почему вы выбрали все-таки пиросан? И второй вопрос. Изучали ли вы морфологические исследования сеченной ткани при устойной лите и секвестов? Понятно, что в отдел по анатомии эти материалы поступали, но вы ретроспективно изучали ли, какие в тканях изменения существуют, то есть степень воспаления в этих зонах, насколько сильное повреждение в этих зонах на начальных этапах, в этих группах, не только, например, рентгенологически, лабораторно, а именно морфологически. И последний вопрос. Вот вы в выводе указываете, что разработана система, автоматизированная система, информационный способ регистрации и оценки лечения пациентов с хроническим остеомиелитом. Она позволяет у вас регистрировать более 30 параметров. То есть нет четкого количества еще параметров, лабораторных инструментальных, или это более еще на стадии выводки параметров. И внедрили ли вы эти параметры, эту систему непосредственно в практику? Спасибо. Спасибо. Сравнение с другими биодеградируемыми препаратами мы не проводили, по той простой причине, что, во-первых, у нас есть ограничение в применении данных материалов. А во-вторых, в прицел мы написали сейчас, подали заявку, выиграли грант на исследование, в котором мы будем проводить непосредственное сравнение препарата «Пиросал» с костным трансплантантом, который заготовлен на нашей клинике с помощью системы лабораторных. И в этом исследовании мы уже будем сравнивать другими биодеградируемыми материалами. Здесь мы оценивали именно клиническую эффективность лечения, именно лечение астемиелитом, а не различие между использованием различных материалов. Но как бы мы сейчас работаем и сравниваем, это у нас работа с граммом исследованиями. Следующий вопрос. По биодеградируемому, по вообще локальному транспорту антибиотиков наибольшее распространение получил не биодеградируемого материала. Это полиметилметаприлат, космонцемент, так называемый. Однако для него есть ряд недостатков. Во-первых, он не биодеградируется, и в результате при последующем необходимо повторно проводить атеративное лечение для его удаления. Затем у него более такая структура, плотная, он не обеспечивает длительную концентрацию антибиотика. И, соответственно, тот антибиотик, который находится внутри цемента, он не может выйти наружу. И плюс при замешивании цемента температура повышается до 100 градусов, соответственно, нужно использовать антибиотик, который выдерживает данную температуру. Из биодеградируемых материалов, на сайте представлены, их не много групп достаточно, биополимеры, это чаще всего используют коллагеновые губки, они очень быстро разлагаются и в течение суток выделяют антибиотик. Костный трансплантант используют, ну, сами понимаете, сам по себе, костный трансплантант — это ограничение пластического материала, потому что, если вы используете алкоголь, то необходимо брать пациента, это дополнительная травматизация, и, соответственно, еще и увеличение травматизации и ограниченность. Если дефект большой, при стимилитах трубчатых костей, очень часто дефект костей очень большой и достаточно сложно обеспечить антибиотикосным трансплантантом. Вот в группе заменителей костный трансплантант находится и пересал, вот он состоит, чаще всего там препараты используются в виде сульфата кальция, либо гидроксиапатита кальция. Данные препараты, чаще всего, они не учитывают антибиотикограммы и идут с фабричным применением. Это есть препараты хирофил, он применяет, у нас просто в Казахстане их нет, поэтому, как бы, они, но они, опять-таки, идут с каким-то определенным антибиотиками, выбрать антибиотик индивидуально для пациента не может, не получается. Есть синтетические препараты, сейчас активно используются, но они недостаточно исследований, и, опять-таки, у нас в стране их нет. Поэтому мы выбрали. Пироса мы выбрали, потому что он биодеградируется, то есть им нужна повторная операция, и мы можем учить с учетом антибиотикограммы пациента, выбрать тот антибиотик, который необходим для пациента. То есть он в плане именно антибиотикограммы идеально подходит. Морфологическое изучение секвестра. Морфологическое изучение именно самого воспаления и секвестра в костной ткани мы не делали. Мы единственное делали на базе нашей... Ну, мы не включали это в наши исследования, потому что в основном исследование была треническая эффективность, но мы проводили, относили к Мадиму Астапову, когда у пациента был, у одного из пациентов был рецидив с препаратом к Пиросау, мы относили для того, чтобы самим посмотреть, происходит ли биодеградация данного материала, перестраивается ли он, или он просто растворяется. Ну, как бы, согласно заключению Мадима Астапову, данный препарат именно как бы перестраивается, происходит его именно перестройка костей. По самому воспалению не смотрели. Мы сейчас, да, новым нашим грантовым исследованиям, у нас запланировано, посмотрите на сравнение в эксперименте того трансплантанта, который мы будем использовать из пиросавок на кроликах. Разработка автоматизированной информационной системы. Более 30 параметров. Дело в том, что система сама по себе динамичная. То есть по ходу работы можно добавлять параметры необходимые, параметры, которые считает необходимым доктор при исследовании. Поэтому мы написали неточную цифру, так как она может увеличиваться в зависимости от того, чего хочет врач и необходима пациенту. Но в основном мы брали цель именно для сохранения данных по микробиологическому инспектру и антибиотикограмм, для того, чтобы проводить анализ ежегодно дальше. И уже соответственно назначать ее в нашей клинике и в лечении. Изменить протоколы лечения использования антибиотиков. Данная программа внедрена в клинике в областном центре травматологии и отделе макажанов не используется в отделении травматологии. У меня один вопрос по этой схеме. Здесь Вы говорите, что недостаточно исследуем синтетические материалы, но эти данные 2004 года. Может быть, уже за 14 лет после интернета кто-то? Большое спасибо за этот вопрос. Нет, дело в том, что здесь это данные 2004 года, это сама классификация. То есть, классификация впервые была представлена маклореном в 2004 году. На то, что они делаются, делятся на передеградируемые, передеградируемые, какие подтипы бывают. Сами недостатки исследования, которые уже добавлены мною самой, в процессе обзора литературы. Кроме Вашего клинического исследования, какие-нибудь исследования известны в литературе этого материала? Есть ли исследования безопасности? Есть ли исследования первой, второй, третьей фазы клинические исследования? Вот кроме Вашего исследования. Данный препарат широко применяется в ГИМАНЕ. То есть, имеется очень много исследований применения его в стоматологии, как пластического материала при заполнении дефектов. Имеются литературные данные применения в гектабрологии, большинство исследований, причем они имеются, исследования имеются и на пациентах, применения. Он прошел все этапы клинического исследования в ГИМАНЕ, потому что имеется разрешение для его применения. в ГИМАНЕ. ПОДПИШИСЬ. Продолжен? ПОДПИШИСЬ. СКРИПИСЬ. ПОДПИШИСЬ. ПОДПИШИСЬ. Вопрос в том, что имплантант остается без антибиотиков средних и потом резонтируется. В смысле полностью имплантация произошла, он остался без антибиотиков. Можете предполагать или есть конкретно данные? Второй вопрос. Можете привести к партийский пример удобства и выгоды предлагаемой вам информационной системы? Ну, конкретный пример, понятно вам. Третий вопрос. Вот степень эффективности предлагаемого вашими методами, он все равно разный. У одних и тех же, при одной и той же локализации, при одной и той же степени стимулида, эффективность разная. Вот с какими, по вашему мнению, вы не следовали, но тем не менее, с какими индивидуальными особенностями больных это может быть связано? Просто ваше мнение. И последний вопрос. Вот, последний вопрос. Чтобы вы в будущем улучшили ваши методы помогать, потому что у вас не устали. В плане какой срок имплантации перед административным антибиотиком, по исследованию именно ВИТРО, был сделан вывод, что элиминация антибиотика происходит в течение 10 дней, как я указывала. После 10 дней сколько это находится? Без антибиотиков сколько он приборит? Больше года. Больше года. Да, по гинограммам. Да. Он нет. Почему? Он получается перестраивается. Он перестраивается, потому что... Следующий вопрос. Следующий вопрос. Практический пример выбора использования нашей автоматизированной программы. Что бы вы? Можно я бы немножечко объединил? Вот ваш второй вопрос и последний. Что бы вы улучшили? Я бы расскажу. Просто в ходе проведения исследования мы отметили, что, во-первых, из-за производства бактериологического исследования пациента, очень часто в антибиотикограмме применяют антибиотики, которые не применяются в стационаре. То есть, изначально мы сделали вывод, что иной раз пациент приходит с антибиотикограммы, которую мы не можем использовать, потому что данных собратов в стационаре нет. Поэтому сейчас мы их активно внедряем, чтобы больной приходилось конкретные антибиотикограммы конкретным антибиотикам. И, соответственно, тогда можно будет проводить полный анализ. И система, которую мы сейчас внедряем активно, во-первых, позволяет нам провести этот анализ и проследить. То есть, достаточно сложно затем собирать перспективно данные бактериологического исследования. А если вы используете программу, то вам поступил пациент, и вы можете сразу как бы... Это улучшается степень эффективности. Итак, ну и начали индивидуальных особенностей больных. Дело в том, что, во-первых, анамнезаболевания у каждого пациента разные. То есть, у кого-то более длительное заболевание проходило, соответственно, но более рекомпенсировано. Имеется значительно большой иммунологический статус у пациента, наверное, потому что у вас один и тот же пациент с одинаковой локализацией, да, и у одного пациента развивается, и с теми или у второго не развивается. Это все-таки с иммунными, наверное, свойствами. В принципе, очень много работ, посвященных тому, что иммунные исследовали различные индикаторы, предикторы, воспаления, которые возникают при возникновении клинического стимулита. И при наличии их, как фактор прогноза использовали его для того, чтобы разогрется пациент с семьей после оперативного начинания. Вот есть такие исследования, как бы. Затем, сопутствующие проблемы. То есть, нарушение кровоснабжения, конечно, это такое. Но, как бы, вталкивались и тоже точно с такими же проблемами. Ну, имеет еще значение удаленность. То есть, у нас пациенты сами по себе очень часто их проэперируешь, и в последующем достаточно сложно проследить за ними. У нас, допустим, вот есть один рецидив, мы его включили, но самих данных нету, мы просто созванивались с пациентом, а, допустим, он уже, ну, какой-то социальный фактор, наверное, не имеет значения. С нами они... То есть, много факторов, как мы ничего не делали? Да. Нет. Так мы не делали, не проводили анализ. Конкретно. Ну, последнее. Чтобы мы улучшили данных методов. А методов именно оперативного начинания? Нет, все равно Ваши повторы с этим. Ну, у нас, получается, как бы... У нас это комплексно. С одной стороны, мы исследовали антибиотикограмму и исследовали определенные... Вырабатывали протоколы лечения антибиотиков. Скорость. Да. Пожалуйста. Все. По поводу... Извините, пожалуйста. По поводу самого препарата. Данный препарат, во-первых, нам позволяет уменьшить травматичность операции, потому что мы берем пластическую среду. Вы бы хотели бы улучшить, или Вы считаете, что это идеально у Вас? А, в самом исследовании теперь? Не исследовании, а в самом методе лечения. В самом методе лечения? Или Вас еще устроили? В самом методе лечения. В самом методе лечения. Я хочу спросить тоже, уточнительно, что по информационной системе она отдельным выводом стоит. Поэтому Вы много рассказали про нее, но у меня такой вопрос есть. Планируется ли Вы вообще планировали эту программу интегрировать в информационные программы, те, которые сейчас уже вообще приняты? Да. Затем, насколько я понял, этой программой Вы хотите монетарировать микробный пейзаж плюс антиберско-резистентность? Ну, вот здесь не понятно. Может быть, имеет смысл тогда расширить эту программу до всех гномерных инфекций, хирургии, вообще всех? Как Вы считаете? Марина, спасибо за вопросы. Да, мы как бы разговаривали с руководителем, насчет интеграции данной программы в систему КМИС. Потому что, конечно, если, допустим, у нас используется КМИС, если автоматически поступает пациент, и нет необходимости дополнительно открывать какую-то программу, чтобы внести эти данные дополнительные, что затрудняет работу врача, и если бы была возможность интегрировать ее в КМИС, то для врача это было бы очень удобно. Мы об этом разговаривали. По мониторингу. Ее можно использовать для любой хирургической инфекции. Почему? Просто мы ее используем у себя, потому что у нас хронический стимулит чаще всего возникает, поэтому мы прививали примеры именно по лечению хронического стимулита. В целом при любой инфекции. Просто в этой программе у нас помимо антибиотикограммы и микробного пейзажа есть и клинические данные, можно вставлять рентген снимки, фото пациента. В зависимости от той матки. В любом области. Можно, естественно, уходить. Уважаемая Дина Азиановна, у меня вот такой вопрос. Вы этот препарат отнесли к группе негостных, да? Рассматривались ли вообще такие моменты в отношении отторжения трансплантата? Это чужеродное народное тело, по сути. И здесь микробиологический пейзаж, иммунологический пейзаж был бы, конечно, интересен вкупе. Если вы это не проводили, есть ли литературные данные по вот этому моменту? Второй вопрос. Количество осложнений, которые были в вашем исследовании, вы наблюдали? И вот этот аппарат для хирургического лечения, это ваша разработка личная или существуют ли какие-то аналоги? таких аппаратов. Здесь ваша модификация, это лично ваша разработка. Спасибо. Спасибо. Игорь Негода. Игорь Негода. И отторжение, учитывая, что все равно комплекс считается биологическим материалом, то, как вы считаете, что трансплантации, не считается, они исследованы, что отторжение не должно быть. И данная литература прослеживается, и мы поэтому в своих вопросах здесь работаем не рассматриваем. Количество осложнений я представлю на слайде в виде неудовлетворительных результатов лечения. К неудовлетворительным результатам были отнесены именно результаты, где имеются рецидивные инфекции. То есть инфекция поступала повторно, и больному было необходимо заново госпитализировать в стационаре, и проводить повторное лечение. И да, таких пациентов, которые появились в 5% случаях. Потому что заболевание само по себе сложное, и говорить о том, что у вас 100% хороший неудовлетворительный результат у всех пациентов, просто невозможно. Способ лечения, который разработан нами, он разработан нами, мы сами его разработали. За основу, что мы что-то модифицировали, такого нет. То есть имеются... Какой-то наиболее нужно разработать, правильно так сказать. Да. А наоборот будет? А наоборот будет. Пошли. 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 Значит, я очень надеюсь, что в этой системе автоматизированной инфрационной присутствуют такие маркеры, как целеактивный белок. Потому что лейкоциты и соид, это не совсем солидно, оценивать критерии воспаления такого серьезного заболевания, как хронические стимулиты и обострения. Спасибо. Спасибо. По поводу... Добавить можно? Я просто по поводу трансплантатов. Это все равно и наоборот тела. И когда будут эти трансплантаты, через реакцию поражения трансплантата идет всегда воспаление. Только после воспаления уже будут образовываться сетные ткани первичные костные мозоли и так далее. Поэтому в данном случае говорить, что здесь отторжения нет, мне кажется, не стоит. Спасибо. Спасибо большое. Ну и в завершении у меня тоже есть несколько вопросов. Первое. Возвращаясь к вопросу Александра Кинча, вы все-таки стандартизировали процесс импреминации или не стандартизировали процесс импреминации? То есть он у вас как идет, как вы захотели сегодня или есть некий регламент? Это первое. Ну, регламент, инструкция, стандарты, не знаю, как это лучше называть. Второе. Считаете ли вы, что все-таки, то есть у вас две группы пациентов. Первое – это традиционные, и второе – те, которые вы лечили хирургическим путем с помощью пиросала импременированного антибиотика. Получали ли они системные антибиотики? Считаете ли вы, что вот именно импреминация антибиотик, пиросала антибиотика способствовала лучшим результатам лечения? Нельзя ли исключить тот момент, что, возможно, это просто особое условие работы, то есть именно пиросал и без импреминации, и просто вкупе с системной антибиотикой на работу не будет хуже? Ну, и вопрос касательно вашего вывода третьего. На чём он основывается? На результатах какого исследования основывается ваш третий вывод? И какова необходимость в его включении как результат действия? Потому что выводы – это результаты исследований. И, Дина Юрьевна, наша просьба кратко по существу. Я извиняюсь, можно я начать отвечать на вопрос Марина Алексеевна по поводу циррективного белка? Просто я не хотела ответить. Дело в том, что мы не брали циррективный белок, абсолютно правы, но он не входит в протокол исследования пациентов в клинике. Поэтому мы брали только те исследования, которые обычно входят в протокол исследований. Ну, опять-таки, циррективный белок, согласно данным, я извиняюсь, что отвлекаюсь, обзору литературы, циррективный белок не показывает истинное воспаление именно астимелита. Поэтому, да, дело в том, что он не специфичный признак воспаления. Астимелит очень часто возникает после эндопротезирования у больных с леуматоидом артеритом. И, соответственно, он не является показателем астимелита. Просто мы с леуматоидом. Поэтому мы его не очень часто. А дальше, Руберна? Ну, инцидент, в такой ситуации и соя, и лейкоцитоз тоже не являются важными. Поэтому давайте мы не будем с этим дискутировать. Нам было просто сделано предложение. Не более того. Хорошо, Руберна, пожалуйста, вернитесь к моим вопросам. Так, данные по стандартизации. Данный процесс стандартизирован. Мы делали инклюзацию согласно инструкции самого препарата. По инструкции именно идёт один гранул, шесть гранул пиросала. Замачивание идёт в десяти минутах и сорок антибиотика. Далее. Мы использовали системную антибиотикотерапию в течение двух недель. Всем пациентам, которым проводили лечение, независимо от методов лечения. Дело в том, что улучшает ли данный препарат сам по себе этот антибиотик? Ну, он просто как пластический, закрывает пластический дефект. Мы проводили в Мальдистовской диссертации. Мы проводили исследование на базе нашей категории. Действие самого препарата без интегнации на статилококус ауроз. Но абсолютно не действует. Поэтому считаем, что... Я спрашивала, где у нас статилококус ауроз? Понятное дело, он не будет действовать на статилококус. Я спрашиваю о другом. Я говорю о конечных точках лечения. То есть сравнивали ли вы в такой ситуации, я скажу так, сравнивали ли вы группы с импрегнацией и без импрегнацией? Нет, таких групп у нас не было. В такой ситуации вы не можете сказать, что сам по себе пиросал без импрегнации не будет идти? Ну, согласно... Ну, как бы да, если говорить именно про наше исследование, то, наверное, да, не можем. Но проводили и планировали исследование согласно обдору литературы. Обдору литературы при использовании локального просто замещения тканей, никакой эффективности лечения в тканях не будет. Ну, это как бы спрос мой. Третий вывод — это по поводу автоматизирования автоматизированных систем. Данное дело было сделано на основании того анализа. По сути, своей первой задачей, в которой проводился анализ микробиологического исследования и антибиотикограммы, он был проведен согласно заполнению данной автоматизированной системы, которая нам позволила зарегистрировать и увидеть изменения медленного спектра и антибиотикограммы. Вот, поэтому мы сделали такой вывод. Хорошо, спасибо. Можете присесть. Уважаемые коллеги, позвольте слово предоставить первому официальному студенту Абельмажину Мухтару Киркеновичу, доктор медицинских наук, заведующему кафедрой травматологии и ортопедии медицинской медицинской области Астана. Продолжение следует... 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 в зависимости от индивидуальной антибиотикограммы пациента, участвует в перестройке и в осепарации костей. Исходя из вышеперечисленных, следует, что диссертационная работа с Игнаевым ЭДА, представленная на соискании степени доктора философии ПИДЖД, выполнена на актуальную тему и имеет практическую значимость. Диссертационная работа выполнена в рамках инициативной темы, научно-исследовательской работы КГМУ, оперативное лечение хронического посттравматического астемиита с применением им преагрегенированного антибиотиком геодегридированного материала. Второе. Научные результаты в рамках требований к диссертации. Структура рецензированной диссертационной работы с Игнаевым соответствует предъявляемым требованиям и стандартам. Диссертация состоит из введений четырех разделов основной части, заключения с выводами и практическими рекомендациями. Списка используемых источников и приложений. Первая глава. Современное состояние проблем лечения хронического астемиита. Обзор литературы. Соискатель дает характеристику современного состояния проблемы лечения хронического посттравматического астемиита, в которой подробно изучается микробный пейзаж пациентов с хроническим астемиитом. Эго тенденции. Рассматриваются современные методы диагностики астемиита. Освещена проблема антибиотика резидентости. Проанализированы результаты хирургического лечения астемиитом. С применением локального транспорта антибиотиков. Во второй главе представлены основные материалы, методы и дизайн исследования. Для реализации поставленных задач проводилось два этапа исследования. На первом этапе проведен анализ 220 пациентов с бактериологическими исследованиями. На втором этапе были сформированы две группы, в одной из которых проводилось традиционное лечение, во второй комплексное лечение с применением биодиагридированного препарата Перосал, который предварительно импригнировали антибиотиком. В третьей главе описана разработанная автоматизированная информационная система регистрации данных пациентов с хроническим астемиитом. Применение данной системы регистрации пациентов с хроническим астемиитом позволяет создать базу данных для дальнейшего проектирования систем диагностики, контроля и лечения, так как она содержит все необходимые исследования, включая лабораторные исследования, исследования видеорентгенографии, МРТ, фото и видеофильм. В четвертой главе представлены результаты анализа микробного спектра и антибиотиков чувствительности возбудителей хронического астемиитом. Проведенные сравнительные исследования для лечения пациента с хроническим астемиитом с применением импригнированным антибиотиком биодеградируемого препарата Пераселл показалось лучшим результатом клинико-рентологической картины в сравнении с традиционными методами лечения. Данные выводы были сделаны автором на основании полученных статистических значимых отличий. В связи с ростом хирургической активности, а значит и инфекционных осложнений возникают значительные трудности лечения, в связи с чем автором предлагается устройство для обработки и заполнения костно-мозгового канала различными веществами, в том числе биодеградируемым материалом и пригнированным антибиотиком. Предложенная конструкция позволяет минимизировать травматичность данного вмешательства и ускорить срок лечения. В заключении диссертационной работы на основании анализа литературы и полученных результатов исследований как характер, споревывалованы обоснованные выводы, соответствующие поставленной цели и задачи. Третье. Степень обоснованности и достоверности каждого результата выводов и заключения соискателя сформированных диссертаций. Результаты основанных, основные положения и все исправленные выводы и практические рекомендации диссертационной работы аргументированы и обоснованы, что подтверждается согласованностью данных исследований, достаточным объемом клинического материала и статической обработки материала каждого полученного результата. Из представленных данных выявлено, что применение биодеприемного препарата пеносал не только позволяет закрыть диссерт костной ткани, которая возникает после радикальной секвестра нефрактомии, но и при эмпрегнации его архитепиотикума увеличивать концентрацию от последних тканей в течение длительного времени, позволяя достичь положительных результатов лечения. Первый и второй выводы сделаны из анализа фруктерологических исследований 220 пациентов, пролеченных в отделении гнойной травматологии в клинике профессора Макожанова. Анализ некровной флоры показал, что основным выводителем у пациентов с хроническими стимилизмом остается граммоположательная аноэроба 74,2%, на втором месте энтеропактерии 16%, на третьем неферментирующие граммотрицательные бактерии 7,3% и в рот и кандиды 2,2%. Третий вывод сделан на основании апробации разработанного автоматизированной информационной системы способа регистрации и оценки лечения пациентов с хроническим астимилитом. Четвертый вывод основан на получении достоверно статистически значимых показателей комплексного лечения пациентов с хроническим астимилитом в сравнении с традиционным методом лечения. Результаты комплексного лечения показали, что применить биодеградированную препарату Перосал приводит к уменьшению частоты возникновения после операционной раневой инфекции, снижению частоты рептида и дурзаваливаний за счет длительного локального транспорта антибиотиков в гнойной очаге. Пятый вывод сделан на основании апробации способа закрытого интермедулярного введения препарата Перосал на всю длину костно-мозлового канала. Данный способ позволяет провести хирургическую санацию костей и осуществить введение биодеградированного препарата с антибиотиком на всю протяженность костно-мозлового канала, сократив длину хирургического доступа и тем самым уменьшить драматические операции. Четвертое. Степень навизны каждого научного результата и вывода в диссертах на основании результата исследования раскрыто научно давить на выполнение диссертационной работы все сформированные выводы и практические рекомендации в подтверждение данного собственного исследования. В процессе исследования, проведенного на диссертатах, выявлено, что, несмотря на то, что микрофлора пациента хроническая стимилита представлена грамма положительными антианеробами, отмечается постепенное ежегодное увеличение грамма отрицательной флоры, которая характеризуется высокой антибиотикой резистентностью, что свидетельствует о необходимости постоянного мониторинга микробного спектра и чувствительности к различным противомикробным препаратам отдельно в каждом социализе позволяет считать это результат нового. Разработанная автоматизированная система способ регистрации оценки лечения пациентов с хроническим астимилитом позволяет регистрировать более 30 параметров клинических, лабораторных и инструментальных исследований. Путем сравнения клинических эффективности применения биодепродивных препаратов пермосаалы имправедными антибиотиками и традиционным методом для лечения хронического астимилита доказана эффективность применения локального транспорта антибиотика. Разработан новый метод лечения хронического астимилита длинных трубчатых костей с поражением костно-мозголового канала, который позволяет уменьшить инвазивность операции и при этом обеспечивать интервентулярное заполнение инкрединированным антибиотиком биодеградиумного имплантата. Пятое. Оценка внутреннего единства в полученных результатах. Дисоксационная работа отличается внутренним единством, носит целостный и завершенный характер. В работе соискатель последовательно анализируется современное состояние проблем лечения хронического посттравматического астимулита, рассматриваются материалы и методы исследований, предлагается способ регистрации и оценки состояния лечения пациентов с хроническим посттравматическим астимулитом. Выдвигаются результаты и обсуждения. Между сильным главным проследователем логическая связь, выводы и практические рекомендации, четко смурилованы и вытекают из поставленных целей и задач. Шесть стоя. Направлено, получил соискательный результат на решение следующего актуальной проблемы, теоретической и прохладной задачи. Выполнение диссертационного исследования направлено на решение актуальных проблем в лечении хронической инфекции с травматологией и ортопедией. Результаты работы внедрены в учебный процесс в клинической кафедре КГМУ и опробированы на базе в клинике профессора Мукожанова, что говорит о значимости данного исследования как для образовательного, так и лечебного процесса. Седьмое. Подтвергение достаточной полноты публикации основанных положений, результатов, выводов и заключений диссертаций. По материалу диссертации выполнено 18 научных работ, 3 в научных изданиях рекомендуемых комитетом по контролю сфере образования и науки МОНРК, 2 свидетельства о государственной регистрации прав на предмет авторского права, 1 публикация в Международном научном издании, входящей информационную базу в фокус, 12 в сборниках и международных зарубежных конференций. В ходе проведенной работы авторам подано заявление о выдаче патента Республики Казахстан на изобретение. Были сформированы 3 акта внедрения, 3 в лечебный и 1 в учебный процесс. Восьмое. Недостатки по содержанию и оформлению диссертации. В обзоре литературы достаточно полна освещенной труды зарубежных авторов, автор, однако результаты работы отечественных авторов освещения неблагодарным коллективом. Текст имеет некоторые грамматические ошибки, стихические подлинные ошибки, опечатки, например, страница 30-40, там расшифровка не дается. Однако, отмеченные замечания непринципиальны и не снижают научную и практическую значительную диссертационную работу. Девятое. В заключении о возможности присуждения степени доктор-философии и ПИЖД по соответствующей специальности. Диссертация сегиновой Дина Азимовной на тему оперативное лечение хронического посттравматического стимилизма с применением инфрегридированного антибиотическим биотиклюзивным материалом является законченной самостоятельной работой АСТРА. Содержание и квалификационные характеристики соответствуют требованиям, предъявляемым к диссертационным работам на соискании степени доктора-философии и ПИЖД. Спасибо. Бухтар Турегенович закончил. Пожалуйста, Дина Азимовна, вам слово для ответа. Большое спасибо за проведенный большой труд, анализ нашей работы. Дело в том, что по поводу из казахстанских авторов, на самом деле при анализе источников литературы не так много мы нашли данных наших отечественных публикаций, где были указаны применение и лечение хронического стимилиза. Я указала работы наших диссертационных работ. Все они, правда, получаются больше 15 лет, начиная с 2000-2007 годы, диссертационные работы по лечению хронического стимилиза. Они указаны. И те публикации незначительные, которые мы нашли, также указаны в наших работах. По поводу сокращений. Да, действительно, на данных страницах нет МРСА и МРСЕ. Мы указали, я не отметила их в обозначении сокращений, так как это нужно. Спасибо. Пожалуйста, следующее слово второму рецензенту, кандидату медицинских наук, заведующему отделением гнойной травматологии, научной исследовательской института травматологии РТВД, Болгазару Васильеву Собержановичу. Уважаемый председатель диссертационного совета, уважаемый член диссертационного совета, хочу выразить признательность научному сообществу Карлингинского медицинского университета, научному руководителю данного соискателя за доверие в лицензирование данной работы. Лицензию на диссертационную работу с Акиновой Дина Азимовым на тему аккоративного лечения хронического посттравматического стимулита с применением негативного антибиотического биодигрудируемого материала, представленного на сельском степени доктора философии PHD по специальности 6D, 110 строк медицина. Актуальность одной из ведущих тенденций в современном лечении пациентов с хроническим стимулитом является создание систем локального транспорта антимикробных препаратов в очередной инфекции. Предпосылками к этому явилось недостаточное поступление антибактериальных средств в кровоснабжаемой протезированной ткани, что и вынуждает использовать дозу в несколько раз превышающей терапевтической. Реализация целенаправленного концентрирования лекарственных препаратов в зоне, охваченный патологическим процессом, позволяет снизить нежелательные системные реакции организма на проводимое лечение. Сохранить терапевтическую дозу антибиотика лекарств длительность его введения. В связи с этим, применение локального транспорта антибиотика позволяет минимизировать токсичность применения антибактериальных препаратов и увеличивая их эффективность. Одним из наиболее распространенных в данный момент веществ, применяемых в качестве локального транспорта антибиотика, это лечение хронического стимулитра, является постным цементом, который сейчас в последнее время активно применяется. Замешивание постного цемента с антибиотиком позволяет заполнить постный дефект и обеспечить действие антибиотика в очной инфекции. Однако, цемент не является биодеградивым материалом, в связи с чем антибиотик выходит в зоне, может и не в полном объеме, может и недостаточно, это все, идут разные изучения. Кроме этого, требуется повторная операция для его удаления, то есть этого цемента. Все это привело к поиску новых систем для отраски антибиотика в постной ткани и прилежащей марки ткани. В качестве такого вещества используют биологические полимеры, постные, алта и аллографы, полусинтетические и синтетические препараты. В Казахстане лишнее большое количество работ посвящено лечению хронического стимулита. Могу сейчас сказать, что в 2000-х лет, значит, вы смотрели, некоторые работы, вы пропустили, я укажу вам. Основная часть работы связана с проведением различных методов обработки, вы сказали, костной полости и юргейсинтеза. Очень много работ было у нас по фигментативному применению, антисептиков, оперативное лечение с применением аппарата Элизарова. Очень много было работ. В связи с этим, лечение хронического стимулита заставляет много обращаться к этой проблеме. Поэтому десертационное исследование с Агиновой, посвященное поиску и повышению эффективности лечения больных с хроническим стимулитом, является актуально и имеет не только клиническое, но и социальное значение. Представленная сердционная работа может не только клинический, но и социальный характер, где автор предлагает использование данного препарата для лечения хронического стимулита. Работа состоит из введения четырех разделов, заключения с выводами и практическими рекомендациями. Введение работы обосновывается актуальность изучаемых проблем, цели, задачи, исследования, научная новизна, положение, выносимое на защиту и их практическое значение. В первой главе подробно рассмотрены проблемы лечения хронического стимулита, используемые методы лечения. Достаточно полно представлены последние сведения о преимуществах недостатка современных методов лечения хронического стимулита. Большой акцент сделан на оперативных методах лечения, включающихся в использование локального транспорта, антибиотиков, очаг, инфекций. Во второй главе дается характеристика материала, применяемых методами исследования. Достаточно скрупулезно изучены изменения бирулентности и антибиотикорезистентности гноеродных микробов в процессе лечения предложенным способом. Я думаю, что здесь есть очень хорошая лаборатория, называется коллективная лаборатория. Я думаю, здесь большая помощь была оказана в этой лаборатории. Методы оперативного лечения пациентами, исследуемые контрольные группы, проведен анализ пациентов по возрасту, полу, локализации, частоте заболеваний. В третьей главе диссертации представлены разработанную способ регистрации пациентов с хроническими стимулитами. Предложенный способ регистрации представлен в виде компьютерной модернизации программы 1С, которая есть в каждом учреждении, что позволяет использовать его психологов где-то необходимо. Данная система регистрации позволяет анализировать результаты лечения пациента, но и проводить анализ изменений микробного педажа и антибиотикорезистентности. Четвертая глава демонстрирует результаты проведенных исследований. Автором проведено изучение изменений микробного спектра и его антибиотикорезистентности. Также автором проведено сравнение эффективности комплексного лечения пациента в двух группах. Проанализированы полученные клинические и инструментальные данные пациентов с клиническими стимулитами. В заключении диссертологично обосновывая все полученные данные в результате проведенного исследования и формулированные выводы. Сформулированные выводы корректны и соответствуют поставленным целям задачи. В выводе и практические рекомендации заключаются в итоге проведенного лечения. Диссертационная работа представлена на русском языке, содержит наглядные таблицы и иллюстрации. Третье. Степень обоснованности и достоверности каждого результата. Результаты основной положения вывода из сербционной работы хорошо аргументированы и обоснованы. Первый и второй выводы автор базируется на данных бактериологических исследований. Автор выявил, что несмотря на то, что основным возбудителем у пациентов с хроническим эстиммилитом остается грамм положительного нейроза, наблюдается увеличение резистентно-неферментирующей бактерии. Третий вывод сделан на основании надрения способа регистрации оценивания лечения пациентов с хроническим эстиммилитом, под программой для ИВР. Четвертый вывод сделан на основании полученных данных сравнений комплексного лечения пациентов с хроническим и хроническим эстиммилитом, результаты которого были в группе, где был применен интервьюнированный антибиотикам биодеградируемый препарат и ОСАЛ. Пятый вывод основан на результатах применения разработанного способа лечения пациентов с хроническим эстиммилитом после интраведулярного стесинтеза, который характеризуется распространенность к инфекционным процессам. Объективные методы исследования получены автором благодаря использованию методов статистической обработки результатов, использованию вариационной статистики, не параметрической обработки данных. Научное положение, выносимое на защиту, вытекает из-за результатов исследования, логически взаимосвязанно вытекает из содержания диссертации. Степенная визнение в выводе вверх от диссертанта. Первый и второй вывод являются чисто новым, так как имеются работы по изучению состава микрофлоры пациентов с хроническим эстиммилитом. Однако диссертантом выявлено постепенное изменение микрофлорного спектра и антибиотикорезистентности штамма, что позволяет определить препараты выбора для проведения геопатогенетической терапии. Третий вывод является новым, так как автором отработал способ реакциации пациентов с хроническим эстиммилитом, который позволяет проводить учет, наблюдение и анализ результатов обречения пациентов с хроническим эстиммилитом. Четвертый вывод имеет научную новизну, так как путем сравнения клинической эффективности доказано, что применение данного материала позволяет использовать его для закрытия костного дефекта, а также в качестве локального транспорта антибиотика. Пятый вывод является новым, так как разработан способ лечения пациентов с хроническим эстиммилитом после данного стеосинтеза, который приводит к распространенности процесса по всей длине костномозгового канала. Оценка внутреннего единства полученных дефекта, исходя из проведенного литературного обзора, в первой главе десертанка обосновывается необходимость проведения данной исследования, определяется цель и задача для ее реализации. Использованные методы исследования в работе обеспечивают решение данной задачи, а полученные результаты взаимосвязаны со всеми этапами исследования, что обеспечивает внутреннюю единственность и работой, и в самом крупности позволяет сформулировать соответствующее заключение и выводы. Направлено с полученным соискателем результатом на решение соответствия актуальной проблемой теоретической и прикладной задачи. Комплексность результатов, полученных в процессе решения задачи, ассортационные исследования можно расценивать как серьезный научный уклад в проблему совершенствования патогенической терапии и именно хирургической инфекции. Извлекательные исследования показали эффективность лечения при применении биодеградируемого препарата «Керосал» в качестве локального транспорта антипетчика. Разработанный способ регистрации пациентов с хроническим астинитом позволит улучшить результаты лечения пациентов за счет постоянного мониторинга, оценивать изменения микробного спектра в стационаре и назначать патогеническую терапию. Разработанный способ лечения пациентов с интраведулярным тренинским астинитом позволяет малоимбазивно произвести частную хирургическую обработку костномозгового канала, но и обеспечит доставку антипетчика по всему костномозговому каналу. Подтверждение достаточно полной компликации основных положений. Все основные результаты исследования соискателей в полном объеме представлены в 18 научных работах. Из них три научных издания рекомендованы комитетом по контролю в сфере образования и науки МОНРК. Одна публикация в международном научном издании, входящей в информационную базу «Скурс». Основное положение диссертационной работы доложено на 12 международных конференциях, где опубликованы в сборниках. Оформлены два свидетельства о государственной регистрации прав на объект авторского права и получено приоритетное справа на заявление о выдаче патента Республики Казахстана изобретения. Восьмое недостатки по задержанию и оформлению диссертации. В выводах два, три, четыре, пять пунктов не соответствуют пунктам задачи, исследования и положения выносимого защиты. Поэтому я думаю, что один и два пункта в выводах необходимо объединить. В один пункт, поскольку они идентичны. В литературном обзоре недостаточна информация о применении фигментативной и других биодеградируемых препаратах, например, церобори, который широко вообще использовался у нас в Казахстане в начале 2000-х годов при лечении стимулитов. По тексту диссертации имеются стилистические и технические ошибки, опечатки, которые некоторые цифры не совпадают. Поэтому используются слишком длинные, сложные по структуре предложения оформления списка, используемые источником не соответствуют предъявления диссертационной работе. Однако отмеченное замечание не снижает ценности исследований и научно-теоретического уровня представленной диссертации. Девятое заключение о возможности присуждения степени доктора хилософии по соответствующей специальности. Диссертационная работа Сагенова и Дина Азимовна на тему оперативного лечения хронического стимулита с применением ингрединированного антибиотика в биодеградируемых материалах представляет собой совершенный самостоятельный труд, выполненный на достаточно научном уровне. Диссертация соответствует требованиям Комитета по контролю в сфере образования науки и МНРК, представляемая диссертационную работу на соискание степени доктора философии и может быть рекомендована к публичной защите. Кваликационные характеристики работы позволяют считать труд законченным исследованиям Асадимов и Дина Азимовна достойно степени доктора философии по специальности 6D, то есть есть 100 медиций. Спасибо, Сергей Сергеевич. Пожалуйста, Дина Азимовна, вот слово для... Могу неополнения, неофициально. Это ведется в запись стенограммы, поэтому это все равно будет официально заявлено. Я был очень удивлен, когда вот эта работа из караганды поступила к нам, потому что в Казахстане очень мало работ ведется именно по лечению астемилитов, но и на некрактические процессы. И я вот соискателя очень поддерживаю в этом начинании. Данный вот этот препарат Киросан мы очень знаем, у нас была челюстно-лицевая хирургия, если вы помните, в Министерстве травматологии, там они применяли вот этот препарат. Мы тоже пытались вначале, но есть препарат такой церапония, вот мой покойный друг, товарищ коллега Игорь Геннадий Морин, он впервые у нас в отделении использовал препарат церапония, вот мы вдвоем начинали еще. Но эта работа была не закончена, и наш молодой коллега продолжает вот эту работу, я вот он поддерживает, конечно, эту работу, и думаю, что мы будем следить за вами в последующем, потому что эта дорога, эта работа не должна оставаться вот так. ощутили и забыли про это. Лечение, но не практически процессов, тем более стимулит, это очень кропотливый, тяжелый труд. Это человек занимается всю жизнь, и если вы посвящаете себя, вы должны полностью посвящать этому. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста. Большое спасибо, Алексей, за первую информацию о нашей работе, за те слова, которые вы сказали. По поводу замечаний и недостатков. Да, действительно, мы некоторые, наверное, работы не все учли наших акторов, но дело в том, что когда проводился обзор литературы, у нас он получился очень большим изначально. И поэтому мы не включили церментное применение препаратов, мы не включили церапонию, потому что данные препараты, согласно их инструкции, они являются просто как пластическим реактором, он не имплигнирует на тебя, поэтому мы его не включали в эту работу. Потому что мы проводили в основном именно те, которые участвовали в локальных транспорте, которые были включать в исследование. Поэтому мы не включили на это. Но учтем, так как мы проводим дальнейшее исследование, за это мы учтем, и, конечно, она получилась. По поводу выводов 1 и 2, да, согласно задаче исследования, у нас была одна задача, а по ней получилось 2 вывода. Но просто они, если бы их объединить в один, они очень громоздкие получились. Получился большой объем информации по микробиологическому спектру и большой информации объем по антибиотикорезистентности. Поэтому мы их разделили. Ну, большое вам спасибо. Как бы все это прочитал. Уважаемые представители, уважаемые члены дистанционного совета, в первую очередь я хочу выразить славу и благодарность вам всем за представленную возможность выступить в защите докторской работы моей ученицы и наземные. Ну, отдельно славу и благодарность мне хочется выразить прецензентов за то, что они уделили внимание, нашли время, несмотря на плотный график работы сельско-бужанцеву командировки министерской, несмотря на такие поручения, все-таки сумел найти время и приехал к нам. Огромное спасибо. Поддержка нашего головного института травматологии для нас очень важна. Хочется, конечно же, выразить слова благодарности всем сотрудникам медицинского университета. Особенности хочется сказать большое спасибо ректору, прошу сутам, за постоянную поддержку научных инноваций, исследований. Хочется выразить благодарность всем членам научно-экспертных комиссий, которых мы прошли, были множество баталий. Я только была мечтаватель, мы послушаем отзыв вашего диссертанта. А слова благодарности мы услышали, как Дина Зимна. Хорошо? Хотелось бы отметить, что Дина Зимна это в настоящее время состоявшийся научный исследователь, который завершил докторскую диссертацию и вся работа, она выполнялась и индивидуально, самостоятельно. Вот эти изобретения, которые она предложила, в действительности помогают нашим практическим врачам, практическую здравоохранению. Вот именно вот этот научный вклад, особенности вот этой проблемы у нас была с трубчатыми костями, когда современные технологии внедрения блокирующего синтеза нам не позволили, мы как бы усложняли лечение этого стерилиза, но разработав эту конструкцию, мы смогли этих оперировать пациентов без рентген-контроля, то есть позволяет убадку этого пересау препарата проводить, ускорять тем самым операцию, уменьшить кровопотерю, ускорить восстановление, то есть это сказалось и на койку пребывания. Ну, Дина Зимна также проводится, мы дальше как бы пошли, проводили исследования, и сейчас мы участвуем в научном гранте Министерства образования и науки. Но Дина Зимна всегда, помимо научной работы, она еще проводит и активную работу в УЗИ, то есть она активно участвует во всех научных обществах, в собраниях, в совещаниях, организовывает научные конференции, активно участвует в студенческой работе, поддерживает студенческий научный дружок, и помимо этого, конечно, ведет активную клиническую работу, она достаточно опытный эксперт в области детской травматологии, ортопедии. Мы очень часто приглашаем ее на различные консилиумы, и лица, конечно, университета, она является таким достаточно важным сотрудником при оказании медицинской помощи. Хочется пожелать ей, чтобы в дальнейшем научная деятельность не останавливалась, чтобы тот прогресс, как научного сотрудника, который она показала, начиная от магистрской, заканчивая на данный момент, чтобы он только развивался еще больше, и тем самым развивает научные кадры нашего университета, и я надеюсь, что он внесет большой вклад в развитие науки нашей республики. Благодарю. Он представляется профессором травматологии ортопедии Кисенского университета имени Юстуса Либиха доктору Рейнфордушенкову. The floor is yours. Honored, Mrs. Vice President. I will make my speech, I promise, very, very short. I spend 10 hours to come here from Germany and I will speak roughly 6-7 minutes. I worked together with Mrs. Zaginova since roughly 5 years. I personally work in this area of infections, chronic osteomyelitis, since 30 years. С хроническими инфекциями я стабилитом работаю порядка 15 лет. Dina and me we worked together in pre-clinical work. Вместе с Диной проводили доклиническую работу. Recently we performed operations in rapids in university of Nish. Недавно вместе проводили операции в университете города Ниш, Сербия, на кроликах. And I'm very happy for these questions you have had. For sure we made pre-clinical investigations in inflammatory processes. Конечно же, поэтому материалы были проведены доклинические испытания в отношении воспалительного ответа. For sure we look for EG, EL, EL6. Конечно, мы смотрели PNF, ALPHA, for inflammatory reactions. We look for immunogenic reactions. For EGM, EGV. Различные иммуноглобулины, NG. We are looking for lymphocytes on the place of implantation. And we are looking for lymphocytes. And we are looking for residual DNA. И, конечно, in this constructs we implanted. In this constructs we implanted. In this constructs we implanted. In our elements. And what makes this work so excellent? Но что делает для меня основной интерес в этой работе? This is the first. Это первая работа. Absolutely systemic. Absolutely systemic. Review and work with patients with chronic osteomyelitis. With chronic osteomyelitis. We got the recuspiration because of our preclinical work. And why we have the recuspiration because of our preclinical work. Our preclinical illusion tests. And what I mentioned before. We made this application form of perosal which is originally a non-particular Russian form from Moscow. We made this application form of perosal which is originally a non-particular Russian form which was 18 years ago. 18 years ago. I saw it in Moscow. And we combined this 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 with carcin-sulfate with carcin-sulfate which has a high resorption rate У нее высокий уровень резульпции и высокий уровень высвобождения антибиотиков. И миссис Санкилора просто существует в около 70 пациентов, никогда в мире такого количества пациентов не набирали на локальные носители антибиотиков при остабилите. И под конец, во всем мире таких работ нет. И во всем мире, и в вашей стране. Я в Казахстане, когда я помню, более 10 лет, часто сюда езжу. И знаю ситуацию, которая здесь сложилась хорошо. И это особенно, особенно в лекцилинно-резистентной флоре. Это основа, базовое клиническое исследование. И, конечно, будет публикация по этому исследованию, которая будет идти в западные журналы из Калинингского университета. Спасибо за поддержку. И я абсолютно убежден, что это работа состоятельная. И спасибо, что мне, как профессор, позволили принять часть этой работы. Спасибо большое. Большое спасибо. Спасибо большое. Большое спасибо. Большое спасибо. Есть вопросы к руководителям? Если вопросов нет, давайте перейдем к обсуждению данной работы. Кто желает выступить? Спасибо. 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 Уважаемые коллеги, уважаемая Дина Зимна, ну, я вот что хочу сказать и, как бы, немножко акцентировать членов совета на один момент, который, может быть, не все заметили. Вот обычно диссертационная работа, она выполняет в рамках какой-то научной программы. А здесь, как бы, наоборот, то есть на основании результатов диссертационной работы была разработана ЭТП, который и выиграл, получил грамм. Поэтому я считаю, что это очень такое весомое, серьезное достижение и, ну, это как бы один из моментов, да, положительной стороной. И мне очень понравилась вообще работа со мной, потому что, действительно, борьба с дмоновосудительными заболеваниями не только в травматологии, она везде очень сложная. И, как бы, битва идет на все контакты, и очень приятно, что такое работа делается, и мне нравится самоподготовка. Понравилась подготовка самого диссертанта, и я прошу поддержать. Спасибо. 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 Уважаемые, дорогие, судьи. Есть и сделаны многие хирургии. Тяжелый и благодарный раздел. А в нем есть пограничность. Остопедные дерматологии, разделы с теми ими. Он, по нашим прежним временам, когда остопеды оперировали, получали предназначение, а потом мы оперировали, начали с теми ими после них. Да и, в большей части, без них. Не важно. Мы лечили остальные. Вот. Должен по памяти сказать, что это одно из самых сложных, тяжелых, неблагодарных областей. Были многократно повторные операции, были ветерные исходы, были ампутации, и все было. Ну, спасибо, наконец, по-моему, это все-таки мне отдано, потому что я об этом говорил на апробации, что вспомнили здесь с нарушением правил Малина, потому что он 21-го года. Уже, значит, не подходит. А вот покойный Голуботович Малина, значит, и до сключитацию просто Малина. Вот мы серьезно умречен работали. Ну, много времени ушло, много делается. И все равно стеорит по-прежнему трудно лечить. И эта работа, она интересна. У нее, в принципе, важная задача. Используются современные новые методы лечения, где пришлось сочетать ортопедическую операцию, остатокинтезы с примером антибактериальной терапии. Я считаю, что это удалось. Мне понравилось, как у нас обсуждение было этой работы больше, чем какой-то. Значит, надо этого заслуживать. Так что я поздравляю лечебедов, травматологов с тем, что они сделали хорошую работу. Надеюсь, что имею пределы. Спасибо. Да, Александр Дмитриевич. Да, уважаемые все. Работа довольно интересна, на мой взгляд. Но я хотел бы обратить внимание, что для проведения клинического исследования существуют специальные правила. Правила эти называются GCP. И в любой работе, разрешенной этическим комитетом, эти правила должны выполняться. Как-то не убеждает меня полнота выполнения правил GCP в данной работе по конечным точкам, по сравнению эффективности, по набору групп, то есть по достаточно большому количеству параметров. Конечно, GCP можно модернизировать как угодно. И для исследования академического в полной мере эти правила могут и не использоваться. Но это желаемый вариант. Вот если бы это все учитывалось и было проведено строгое исследование под GCP, тогда бы эти результаты могли служить основанием для дальнейшего развития препарата, регистрации его. Регистрации этого препарата нет в Казахстане, нет в Европейской Медицинской Ассоциации. Видимо, это национальная регистрация в Германии. В Германии такое возможно. В Германии нет регистрации этого препарата или материала. Поэтому я хочу призвать будущих соискателей теперь уже в этой работе вряд ли что можно исправить, но будущих соискателей я хочу призвать более при проведении клинических исследований проводить их в соответствии с правилами. Существует стандарт Казахстана GCP, существуют международные правила GCP. Их нужно стараться выполнять. Ну, в той мере, в которой удалось в какой-то мере удалось в этой работе. Кроме того, я думаю, что нужно быть несколько более аккуратными в формулировании каких-то кардинальных признаков. Например, научной новизны. Вот слово «впервые» в сравнительном исследовании это звучит как-то неоднозначно. Потому что на мой вопрос соискатель ответил, что проведены все фазы исследования. Первая, вторая и третья был ответ. Впервые, вот, звучит в этой работе. Кроме того, я не пленился, открыл подмет. И, пожалуйста, публикация 2018 года с этим препарата, автор Визани, лечение хронического остеомения это 106 пациентов и так далее. То есть, вот, когда формулируют, ну, может быть, это и раньше работа была выполнена, поскольку, может, это защита в этот день, а сама работа могла быть выполнена раньше. Публикация 2018 года, вот, по лечению. В целом, конечно, исследование локального применения антибиотиков – это старая и остающаяся до сих пор актуальная проблема. Но проблема не только хирургии, но проблема фармакологии. Дело в том, что все исследования, которые по локальному применению антибиотиков, в идеале должны сопровождаться ответом на вопрос – как идет дозирование антибиотика? Как дозируется? Какая доза оказывается в контакте с клетками? Ведь все антибиотики в большей или меньшей степени обладают цито-токсическим эффектом. И вот так вот взял там два грамма и налил их в одно место – не проходит для большинства антибиотиков. То есть вот какие-то такие вещи должны сопровождать эти исследования. На самом деле, ну, мечта как бы любого исследователя, чтобы уровень концентрации бактерицидной или бактериостатической сохранялся долгое время и оказывал профилактическое действие. В этом случае, надо сказать, что соискатель нам как-то или я не уловил, но я тоже не поменялся и посмотрел. Есть работа с этим препаратом, где исследуется диффузия гентамицина. Гентамицин без иковых концентраций выходит на протяжении 5 дней. Вот эту работу тоже самостоятельно нашел. То есть это и цито-токсического действия нет. То есть это как бы обнадеживает. Но это не значит, что пример с гентамицином можно перенести на все антибиотики и любой антибиотик таким образом в любой дозе вводить. То есть я хочу обратить внимание, что все не столь просто, как хотелось бы ортопедам и травматологам и хирургам. Им нужно обращать внимание, а это не манная каша, которую можно сыпать, пока куза не отвалится. Здесь любой антибиотик обладает вот этой цитотоксичностью. Он будет тормозить регенерацию в высокой дозе. То есть это ни к чему хорошему не приведет. Поэтому вот такие исследования, конечно, требуют кроме микробиологии еще и фарматологических обоснований. Но есть надежда, что это было сделано, поскольку вот руководительская искателя говорит, что они совместно проводили доклинические исследования. Просто вот диссертации этого, видимо, не отразили. В целом работа, считаю, актуальна, не лишенные недостатков, о которых я сказал, но тем не менее удовлетворяющие основным требованиям к соискательной степени доктора философии по медицине. Спасибо. Спасибо большое. В этом случае нужно иметь специальное разрешение. У нас в стране не разработана законодательная база по этому поводу. только сейчас, вот министр, который, да, начинали, завтра, видимо, он может это обсуждать, только сейчас речь встает о создании консультативного комитета в вашем министерстве, да, в нашем министерстве для того, чтобы вот такие случаи могли бы иметь легитимность. Только не так. Спасибо. Здравствуйте. Спасибо. 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 Про свету меня. Почему это было? Всячески уважая нашего фармаколога Александра Генча, все-таки не совсем согласна всем по всем основным положениям. Но прежде всего, вот от первого зала является издельным медицинского назначения, которое зарегистрировано в Республике Казахстан. Он используется, собственно, спрашиваю нашего диссертанта, диссертанта на этот ответ, что используется в разных отраслях медицины. Да, конечно, вполне естественно, что, наверное, необходимо дозированно применять препараты, но с чего-то надо начинать. И первый шаг был сделан. Я за искусство маленьких шагов в данном случае. Она получила на определенном количестве, больных тем более, что если разрешила, разрешение на медицинское применение, получила положительный результат. У меня специалист в области гнойной хирургии. Мне кажется, Сергей говорит, что 86% – это очень хороший результат в таком тяжелом заболевании. Следующим шагом, который, наверное, сделают и наш докторант, и ее руководители, это будет то, о чем говорил сегодня Александр Житиневич. То есть, возможно, дозировка антибиотиков, возможно, комбинация антибиотиков. И в данном случае мне это кажется, что есть еще что интересное. Мы можем подходить уже к выбору тех антибиотиков, тех концентраций, которые необходимы конкретному пациенту с конкретными проверениями данного запрога. Мне кажется, что наш диссертант, помимо того, что она блестящий молодой хирург-драматолог, она при выполнении этого исследования освоила очень интересные другие дополнительные методы. Возможно, микробиологические, фармакологические. Но, кроме того, для меня было потрясение, что Дина Азаман еще и разработала автоматизированную информационную систему. Не просто она ее разработала, предложила, а сейчас она используется практически в здравоохранении. Поэтому, как любая работа, она не лишена недостатков. Как любая работа, мы ее оцениваем с позиции нашего опыта и нашего интереса. И у каждого есть свои интересы. Вот было бы интереснее, если бы она сравнила один геодеградированный препарат с другим геодеградировым препаратом. Возможно, когда-нибудь она это дело сделает. Но на сегодняшний день мы судим то, что мы слышали. Мне кажется, что работа очень хорошая, работа блестящая, с хорошим практическим выводом, над выходом. И я призываю всех членов Совета голосовать за ее поддержку. Благодарю за внимание. Спасибо. Я думаю, что мы можем завершить обсуждение. На самом деле, да, работа, ну, она ставит определенные вопросы. Есть некоторые вызовы на данной работе. И, как я вижу, что данное направление, оно, в общем-то, становится уже как-то общим таким направлением исследования в клинике, в травматологической. Уже сейчас готовится ряд серии таких работ в данном направлении. Мы посмотрим, как будут развиваться события. Но хотелось бы, чтобы ваша группа выучила все те предложения, которые были высказаны сегодня. И теперь позвольте предоставить, позвольте перейти к голосованию по данной работе. Для проведения тайного голосования предлагается счетная комиссия в следующем составе. Профессор Муравлёбов Айсеткен, да, поэтому мы у вас и предложили. Да. Нет, Ауакенов Айсеткенов Айсеткенов и Мухаммед Шаммурак Максотович. Есть ли возражения по данным кандидатурам? Если нет, то голосуй, да. Все, объявляется перерыв для Айнона Масара. Айсеткенов и Мухаммед Шаммурак Максотович. 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 Глубоко уважаемые коллеги. 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 и замечания, которые вы сделали при проведении дальнейших работ. Хотелось бы выразить особую признательность своим руководителям. Спасибо моему отечественному руководителю профессору Тулебаеву Береку Рекбланчу не только за консультирование при проведении исследований и написании докторской диссертации, но и за ту помощь и поддержку научной деятельности, которую вы всегда оказываете за последние пять лет моего обучения в институте и литературе. Вы помогаете сегодня и всегда. Во всем большое спасибо. Мне приглашалось моим зарубежным руководителем. Огромное спасибо профессору Шнеферу, который неоднократно проводил исследования. Он выигрывал европейские научные гранты и тем не менее нашел время и возможность быть моим руководителем. Не каждый докторан может сказать, что работа была предложена и проводилась совместно с зарубежным руководителем. Огромное большое спасибо. Он поддерживал меня на всех этапах написания диссертации, участвовал в организации стажировки в Сербии. При проведении экспериментальных работ, а также участвовал в конференциях. Хотелось бы еще сказать спасибо, что несмотря на семейные обстоятельства и расстояния, он смог приехать на мою защиту. Хотелось бы выразить благодарность научно-экспертной комиссии и его председателя за обсуждение моей работы, вопросы и замечания. Хотелось бы выразить обязательств рецентгентам, которые также там участвовали, и членам научно-экспертной комиссии. Одинное спасибо хотелось бы сказать вам, Дарья Павловна, как провектору по науке, который всегда поддерживал меня на протяжении этих лет моего обучения. И не только меня, но и всех научно-экспертных сотрудников стимулировали и заставляли двигаться только вперед и по науке наших научных достижений. Хотелось бы выразить, признаться своему педагогу, как врача, травматолога и заведующему кафедры, доценту Абибу Техму Муничу, за изучение и поддержку, начиная с 2003 года, когда я пришла в первую очередь на обучение в интернатуру на кафедре и далее в работе. Также хотелось бы сказать славу о благодарности научно-педагогическому коллективу Оперганизации государственного медицинского университета за те интересные занятия, которые проводились у нас во время обучения в докторатуре и в администратуре, за советы и помощь, которые всегда оказывали, когда обращались, в частности, к Ларисе Евгеньевне. Хотелось бы выразить благодарность сотрудникам КАК, для травматологии и ортопедии, моим коллегам по работе, студентам, с которыми мы вместе работали. Мне повезло, что я училась и продолжаю работать с такими людьми. Я прошу прощения, если кого-то забыла по минуту лично. Хотелось бы сказать, что в любом случае меня всегда уважали хорошие люди. Огромное спасибо. Ну и благодарность моим родным инвестам, которым за их терпение и поддержку, которые мне оказывали, мне сочинение. Спасибо, Владимир Владимирович. Таким образом, позвольте вычитать заключение диссертационного совета в следующей редакции. Диссертационный совет 610-110-100 по специальности медицина. На основании публичной защиты диссертационной работы с Агиновой Генозимовны на тему оперативное лечение хронического посттравматического остеомиелита с применением импрегнированного антибиотиков биодеградированных материалов по специальности 6D110-100 медицина. На научной дискуссии результатов тайного голосования ходатайствует перед Комитетом по контролю в сфере образования и науки ЛНРК о присуждении степени доктора философии ПИЧТ к Сагиновой Генозимовне. Уважаемые коллеги, есть ли замечания по введению заседания? Спасибо. Спасибо всем за активное участие. Заседание закрыто. Спасибо. 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 Спасибо.